На репетицию, как на работу, к восьми утрам, каждый день на протяжении уже почти месяца. Чтобы руки и ноги целых три минуты двигались синхронно и в такт китайской песни, что летит над землей, благовещенским пенсионеркам пришлось запастись немалым терпением. У китайцев всегда красиво ручки, вот у них до того красиво, у нас еще так не получается красиво. Ну и может быть, ну и с ногами тоже проблемы были. Сочетать технику движений с эмоциями, с руками, с движением головы, вот это вот сложно. И, конечно, держать расстояние между соседями спереди и сбоку. Ирине Севастьяновой танец дался, пожалуй, сложнее всех. Все потому, что женщина на пенсии продолжает трудиться. Сам рабочий день инженера Ростелекома как раз начинается в 8 утра, так что движение разучивало в одиночестве, дома перед зеркалом, глядя в смартфон. Остальные группой у экрана телевизора по видеоурокам, что китайские коллеги прислали в начале мая. Когда мы первый раз открыли видео, посмотрели, для нас стало, конечно, даже в какой-то мере страшновато. Они там в портзале, в форме танцуют, и движения такие для нас новые. А теперь, включая видео, мы смотрим на китайцев и даже там замечаем где-то ошибку. То есть мы уже к этому привыкли. Страшнее всего, говорят участницы клуба танцев для здоровья, заблудиться. Причем не в целом в Харбине, а на одной единственной площади, где вместе с несколькими сотнями китайцев им предстоит принять участие в масштабном флешмобе. Для него пенсионерки и готовят эту трехминутную композицию, ведь конкурсный вальс отрепетирован давным-давно.